Всем большой привет! Я так рада вас снова видеть! Я начинаю новый влог. И сегодня у нас сейчас уже 5 часов вечера. В общем, мы были заняты, а сейчас освободились и собираемся поехать в Леруа Мерлен. Вот, поэтому я решила начинать влог сегодня. Вот, и рада вас видеть. Надеюсь, и вы меня тоже. Всем желаю прекрасного дня, великолепного настроения. Начинаем этот влог. И сейчас я сижу, муж подойдет через 15 минут, я сижу в машине, потому что очень жарко, мне неохота даже пойти прогуляться. Прям жара стоит. И мы отправимся в Леруа Мерлен. И, конечно же, погнали с нами. Мы в итоге заехали в бау-центр, выбрать фасады. Фасад мы будем брать. Просто матовый, видишь? С бортиком. С бортиком, конечно, симпатичнее. Вот этот еще симпатичный. Мы хотим фасад взять на тумбу под нашу раковину. Я рассказывала, что из-за того, что мы купили в бау-центре раковину, у нас не подходят из Леруа никакие раковины под нашу. Но она очень большая, и, короче, размеры не совпадают. Вот я думаю теперь. Только он будет вот так. Ну, я поняла, да. Еще есть, смотри, мрамор. Серого цвета есть. Матовый мрамор. Ну да, у нас там много мрамора, конечно. Есть такой лево, тоже симпатичный. В бежевом цвете еще есть. А черный, какой? Черный матовый, да? Нет, он не черный был. Ну как, такой графит, видимо. А тут выборный много круче, чем в Леруа. Ну да, у них как будто какие-то новые уже, да, появились варианты. Потому что в Леруа все одно и то же. Но в Леруа все равно размеры не подходят, поэтому будем выбирать тут. Я подумываю, либо вот этот, но он будет горизонтальным. И он будет больше, естественно. Либо вот такой, который матовый, черный. У нас матовая, черная, вертикальная тумба, которая с зеркалом, с подсветкой. И, не знаю, то ли взять к ней вот такой вариант, то ли все же вот такую, потому что она просто симпатичная очень. В общем, думаем, хотим завершить историю с раковиной. С тумбой под раковину. Ну, вы поняли. Смотрелись, написано, что это антрацит. Это не черный, это темно-серый. И это будет отличаться от черной тумбы. Поэтому, наверное, уже будет вот такой. Если он есть в наличии, конечно. Вот, у нас вот такая большая раковина. Прям очень похожа на эту, с вот таким вот бортиком. И мы ее покупали здесь в Бау-центре. У них размеры с Леруа отличаются. А в Бау-центре нам, ну, никакие тумбы не подходят по стилю. Ну, не понравились по дизайну, возможно, еще. И мы решили, что сами сделаем тумбу. Мы вот купили фасад. Он, кстати, получился почти 3 тысячи. Это какой-то один из самых, видимо, новых у них вариантов. И поэтому на него никаких ни скидок, ничего такого нет. Новая модель фасада, но она очень нам понравилась. Я ее до этого и в Пинтерест видела. Короче, мы ее искали, но не нашли нигде. А вот в Бау-центре нашли. А сами фасады, ну, тут вот глянцевый вариант. У нас будут матовые. Мы, наверное, завтра в Леруа поедем. Купим снова, как мы собирали под шкаф, под сушилку и стиралку. Из такого же материала купим для вот эти все части, для фасада, который мы приобрели. И будет у нас красивая тумба под раковину. Вот примерно так все и будет выглядеть. Потому что раковина очень похожа на то, что у нас. Возможно, это такая же модель вообще, кстати говоря. Пока нам вынесут фасад, ходим, смотрим, что тут новенького появилось. Что интересного. Да, зеркало симпатичное. У нас, кстати, будет зеркало вот так же, с такой же подсветкой, которая над раковиной. С обратной стороны подсветка вот так будет. И будет очень красиво. Еще чуть-чуть в ванной есть. Есть моменты, которые еще мы доделываем. Вот сейчас решили раковиной заняться. Вообще что? Фасад с нами. Потом, когда завтра еще в Леруа докупим все остальное, потом уже покажу, когда будем делать саму тумбу. Так, смотрите, что мы купили в Леруа Мерлен. Это вот такая косилка травы. Так это называется? Ну да, тренер газонокосилка. Косилка травы. Годовый, аккумуляторный. Правильно сказала. Ну, как назвать это? Газонокосилка. Если косить, ты будешь не газон. Газон. А траву. Поэтому не газонокосилка, а косилка травы. Вот такая вот штукенция. И у нее вот такие колеса, чтобы удобно было. В общем, ее можно катать, не держать на весу. Но большие, я думала, они даже меньше будут. Вот такие гигантские. Я думаю, должно быть удобно. Пила вот такая. Серьезная. А здесь подзарядка, да? А, дополнительный аккумулятор, видимо. Видимо, аккумулятор не выглядит. В общем, у нас снаружи растут эти юки. И вокруг них, чтобы каждый раз траву не дергать, ну и пусть там будет просто сухая земля. Мы решили, что будем косить траву, ну, чтобы это выглядело аккуратненько. Какая-то кнопка. Потому что у нас такая жара стоит 37 градусов каждый день. И я в этом году вообще решила летние цветы не сажать. Весенние цвели. А летом надо постоянно там поливать снаружи. Это не очень удобно. И мы решили, что просто будем косить. Будет аккуратненько. И сами юки там уже как украшения. Поэтому вот выбирали. Кто помнит. И в прошлый раз тоже смотрели в Леруа. Всякие модели. Ну, а в этот раз купили, выбрали. В общем, в итоге какую хотим. И еще, ну, тоже во дворе кое-где будем косить ею. Потом покажу ее в деле. Распорта покажу. Вот такой бренд. Деко. Так что. Если вам интересно, смотрите. В садовом отделе была Мерлян. Ну, и вот он, фасад, который мы купили в Бао-центре. Вчера. А сегодня докупили боковые фасады. Белые. Стандартные. И можно будет... Ну, и все остальные комплектующие. Их можно будет собирать в тумбу под раковину. Красивый фасад. Выглядит он, конечно, замечательно. А боковые фасады будут вот такие. Тоже в Леруа покупали. Пилили по размеру. Заклеивали вот эту боковину. И получились... Ну, вот просто белые матовые фасады. Вот из них у нас тумба под сушилку и стиралку. И из этих же фасадов будет здесь сделано. Эта часть, это просто временно стояло. На всякий случай, потому что мы раковину прикрепили. Но она такая большая и тяжелая, что было принято решение пока подставить что-то, пока нет тумбы. Потому что немного было страшновато ее так оставлять. Хотя, по идее, все должно и так держаться. Вот. Здесь будет вот такая тумба красивейшая. Вот, видите, в собранной конструкции, как выглядит газонокосилка. Что-то она только не включается. Может, аккумулятор сел. Как бы не пришлось потом менять ее. Ну. Сейчас заряжаем другой аккумулятор. В надежде, что она просто разряжена. Надо было в дуруахе, наверное, проверять. Я открыл, проверил комплектацию. Потому что люди писали, что типа чего-то не хватало. Я все проверил, все посмотрел, но не подумал включить. Думал, ну блин, она же аккумуляторная. Блин, ну да. И причем два аккумулятора. Ну, может же быть такое, что они оба прям сели. Ну, может. Ну вот. Посмотрим вообще. Ну, оно должно хотя бы чуть-чуть дрюгнуться, я думаю. Тут их два. Один вот уже надели, и он не работает. А второй вот заряжается. Попробуем. Может быть, он заработает. Ничего не делали, ничего не меняли, но он заработал. Я вот эту вытащил их. Вот эту вот раздвинул до конца. И потом вставил, и он заработал. Да. Это хорошо. И знаете, помимо того, что так легче будет. Ну, не нужно держать на весу всю эту конструкцию. За счет колес. Так еще и получится, что трава будет одного размера стричься. Будет выглядеть более эстетично. В общем, удобная приспособа. Вот. Вот этим сверлом будем пользоваться. Пилой, вернее. Самый, так сказать, мощный. И здесь, видите, вот такие три отверстия под разную высоту. Можно колеса разные высоты делать, и, соответственно, разные высоты стричь газон. Короче, у этой штуковины плавный пуск. То есть она... Видишь? Все присоединили. Все детали. Это в Этов Симпсонах. Он такой... Ну, все. У нас стоит жара 40 градусов. Я не шучу прямо. В прогнозе даже написано 39, но всегда на несколько больше. У тебя такая штука катишь? Да, похоже. Бабочка обычно какая-нибудь, да, там крылышками машет. Похоже. Короче, будем пробовать завтра утром. Ну, как утром, чтобы никого не будить. Часиков в 10. Это будний день. Все уже будут на работе в 10 часов, а мы тут будем пилякать. Я могу вот в это дома на диване сидеть и в окне вот так. Ну да, ручка длинная, раздвижная. Так что, короче, потом покажу результат. Ну так ровно пила стоит относительно пола. Ну да. Вроде все ровно. Короче, видите, все довольны. Давай подъедем чуть-чуть траву хоть. Ну давай внутри во дворе пробуем, если хочешь. Ну давай. Итак, следующий день покажу. Вот, все подстригли. Все сухо, потому что жирище стоит. У нас стоит 40 градусов жара. Ну, пальмы, соответственно, все живые. Они уже все отцвели. Уж убрал вот эти вот стрелки. Ну как, удобно? Ну как, удобно? Как бриться? Как бриться? Ну вот, как бриться. Так, и тут были огромные жары. Специально не стригли, потому что... Всем привет поближе. Обещала показать, как будет все это дело выглядеть. Как будет смотреться подстриженная. Подстриженная... Ну, короче, подстриженная трава. Это газон. Газоном это не назовешь. Там просто все высохло. Вот. Мы пытались, кстати, сделать снаружи газон. Но из-за дичайшей жары Краснодарской это крайне сложно. Вот. И в итоге мы приняли решение просто... Как делают много где в Краснодаре, в крае, траву. Косить ее, если регулярно, то там какие-то крупные экземпляры, они не вырастают. А получается, ну, плюс-минус а-ля газон. Вот. И у нас там юки торчат, пальмочки. И получается симпатично. Вот такой вот выход. Потому что у нас настала жара. Она уже стоит давно. Каждый день под 40 градусов приблизительно. Ну, это не то, что как бы условно. А действительно 39, 40, 38. Это просто стандартная ежедневная температура. Не гулять, не куда-то выходить. Вообще в такую погоду не хочется. Вот. И уж тем более ходить и там еще снаружи что-то поливать. Выращивать какой-то газон. Мы пробовали и отмели эту идею. Здесь, кстати, внутри во дворе мы тоже планируем сделать такую часть. С таким же а-ля газоном. Вот. Потому что... Ну, у нас есть, кстати, два пакета газона. Можно будет досадить весной или осенью. По необходимости к той траве, которая будет расти. Но мы тут тоже будем косить. Короче, у меня большой огород. В нем очень плохо все растет. Весной пока еще нет такой лютой жары. Спокойно я выращиваю там все на свете, в принципе. И редиску, и зелень какую, шпинат там. Ну, в общем, всякое. Все хорошо растет. Но как только настает жара, именно в большом огороде, где совершенно нет тени, у меня там ничего не растет. Вот единственное, что экспериментально я вывела, это, естественно, нравится малине со смородиной. Они у меня в той стороне. И клубники. Остальному я просто не нашла применение месту в огороде. Поэтому мы решили, что там будет газон, качелька, барбекю. В общем, зона отдыха. А по кругу, вокруг дома и так все засажено, все растет. В тени выживают и огурчики, и кабачки. Но на солнце я пробовала, кстати, и огурцы, и кабачки. Ничего из этого не выживает. Хотя я поливаю каждый день. Просто здесь такая необходимость. Я знаю, что многие садоводы и огородники имеют счастье поливать раз в 3-4 дня, но у нас такое не прокатывает. Если не поливать все каждый вечер, то, скорее всего, ваши растения не выживут. Когда мы вот уезжали на море, допустим, хоть и без ночевки, но приезжали поздно вечером, и день уже не поливали, рассаженные помидоры, которые я пыталась рассадить, чтобы они прижились, они все погибли. Поэтому, да, в нашу жиру очень сложно заниматься огородом. Хотя, казалось бы, юг, Краснодар, расти не хочу, но по факту растет только весной и осенью полноценно. А летом очень и очень сложно что-либо вырасти. Ну, у кого здесь местные дачи, участки и есть огород, те понимают, о чем я говорю. Вот, ну, мне понравилось, как снаружи получилось, показала и вам. Кстати, эта косилка, она вообще, она из-за счет того, что электрическая, она очень тихая, как вы слышали. Вообще, практически ее не слышно. Тихая, удобная, достаточно легкая, плюс на колесах на весу ничего держать не надо, плюс на колесах, я вам показывала, можно регулировать высоту этих колес, чтобы вы могли стричь ниже, либо выше, по желанию. Мы сделали самую высокую, потому что, ну, чтобы хоть какая-то эта сухая трава хоть как-то защищала землю, потому что, если не будет ничего, ну, просто голая земля, то вот такие трещины появляются. Я не шучу, вот такого размера, огромные трещины, просто апокалипсис седьмого дня. Я не знаю, как это еще назвать, но это действительно жутковато. А так трава, она хотя бы сдерживает землю на месте, и выглядит это все равно, даже сухая трава лучше. У нас все поля в том году пожелтели где-то к середине июля, а в этом году уже в начале июня, из-за того, что аномально жарко в этом году. У нас каждый год очень жарко, но в этом году просто, я не знаю, что творится. Обычно у нас такая жара, прям лютая, настает где-то с середины июля и до середины августа. Этот месяц, он всегда прям просто вот под 40 и все. А в этом году прям с июня началась такая погода буквально, и все. И она продолжается, ну, как есть, так есть. На юге очень жарко, поэтому очень часто те, кто переезжают на юг, не выдерживают данного климата. Он далеко не всем подходит, он очень тяжелый. И акклиматизироваться, особенно пожилым людям, на это уходит от 5 до даже 8 и 10 лет порой. Да, потому что, конечно, здорово то, что можно зимой перебегать в кроссовках, и тепло, и очень долго приятная погода весной и осенью. Но лето, такое тяжелое, которое начинается с мая и продолжается по октябрь, выдержит далеко не каждый. Да, это надо учитывать, потому что люди с высоким артериальным давлением, и, в общем, все, кому сложно переносить жару, здесь находиться просто нереально. Вы будете сидеть дома под кондиционером, и все. Да даже мы здоровые, но сидим дома под кондиционером очень часто. Но сегодня не этот день. Вот, сейчас покосил муж траву, у нас время полвторого. Мы собираемся ехать, у нас есть планы. Вот, и также заедем на Вайлберрис, у меня там посылочка важная, расскажу. У меня есть суперидея. Покажу вам посылку, расскажу, зачем я это вообще приобрела, и что это такое. И, может быть, какую-то небольшую закупочку, наверное, фруктов докупим, может, каких-то овощей и фруктов. В общем, начинаем этот день вместе с вами. Хотела чуть-чуть поболтать, соскучилась, так сказать. Ну, поехали, короче, с нами. Беру вас с собой. Покажу, какой у меня сегодня образ. Я решила надеть маечку. Сверху, конечно же, длинный рукав обязательно, потому что... И потом загар получается неравномерный. У меня так вообще физиологическая реакция на яркое солнце. И сегодня такие легкие муслиновые брючки. Все, погнали. Мы еще заехали в пятерочку. Я себе взяла вот такой вот йогурт. Я сейчас стараюсь минимизировать. Минимизировать? Так звучит это. Короче, хочу убавить сахар. Одно время мы его вообще не ели, а потом, знаете, как-то то одно, то другое. Ты расслабляешься и ешь его все больше и больше. Поэтому вот, активия без сахара. У мужа айран. Вот, холст без сахара, чтобы как-то подсластить. О! Чтобы как-то подсластить свою жизнь, так сказать. И арахис жареный с морской солью. Я к вам вернулась. Мы, короче, переехали из одной тени. Мы там приткнулись так в уголочке. В другую тень тут вместо парковочное освободилось, и муж прибежал. Короче, вот эти вот я попробовала. Жареные с морской солью кукусики арахис. Он такой вкусный. Я люблю, чтобы арахис был такой более зажаренный, и чтобы не было крупной соли. А здесь такая она, знаете, как пыль. Такая соль, совсем чуть-чуть. И при этом очень зажаренный. Короче, вкуснейший арахис. И вот этот айран в пятерочке, он очень вкусный, кстати говоря. Такие дела. Холст, конечно, отлично охлаждает. Надо будет еще конфетки мятные на Вайлдберрис заказать. Я считаю, что на лето какие-то... Во-первых, что-то сладенькое ты получаешь. Во-вторых, охлаждение в такую жару. Не знаю, как погода у вас. Напишите, кстати... Сейчас уберу козырек, чтобы лучше видно бродил. Напишите в комментариях, где вы живете, и какая у вас погода. Стоит ли у вас такая аномальная жара или нет. Но я слышала, что в среднем по России температура, конечно, намного ниже. Ну, в целом, да, я слышу у других блогеров, что там, допустим, в Москве жара стоит, невозможная, 28 градусов. Для нас это была бы райская погода, о которой мы тут только мечтаем. Вот. И у нас, в наше плюс 40, вот. 28 нам и не снилось. Ну, вот, кстати, когда мы были, кто помнит, это было вроде в прошлом блоге, когда мы были в последний раз в Геленджике, мы уже, кстати, дважды в этом году были, там, по делу были в Новороссийске и ездили в Геленджик. В Геленджике было прохладно второй раз. Вот. И я была в этой рубашечке, и, знаете, у меня было ощущение, что я не от солнца защищаюсь, а от ветра. Было так свежо. Все-таки морской воздух есть морской. Там может быть какой-то циклон найти, еще что-то. Поэтому, знаете, когда едешь на море, тут не угадаешь. Было ощущение, что и на пляже было свежо лежать. Хотя для нас это было дико. Мы там привыкли, что такая жира, и кажется, что везде такая жира, и другого просто не дано и невозможно. А на самом деле отъедешь чуть-чуть, и даже там было намного и намного прохладнее, что удивительно. Вот такие дела погодные. Вспомнила, что еще груши еще купили по дороге поесть. Вроде спелые, хоть они из пятерочки. Сейчас я их водичкой сполосну, будем пробовать. Хорошие, сладкие. Прям спелые. Ну, сейчас с пятерочки пошел урожай. И персики, и груши. Видать, все местное. Такое вкусное прям. Аж сок течет. Наконец-то сезонные спелые фрукты. Вообще не сравнить с тем, что зимой. Зимой они как камень. Их сколько ни кладешь, чтобы они доспели, очень редко доспевают. А сейчас сразу идеально. Видите, о чем я говорю? Мы едем. Все абсолютно выгоревшее. Просто желтое. И так повсюду. Сейчас. Ну, а мы уже добрались до овощного. Сейчас тут овощей, фруктов, в делине. Чуть-чуть некоторые позиции докупим. И еще в Вайлдберрис заедем. И домой. Сейчас на Вайлдберрис буду мерить обувь. Короче, нам попадалась такая обувь. Носки для бега. Для ходьбы. Но не носки, которые одеваются под обувь. А они и есть сама обувь. Но я не нашла ничего подобного ни на Вайлдберрис, ни на Азон. А заказывать с Алиэкспресс, ну, это очень долго ждать. Короче, это муторно, с размером сложно угадать. Поэтому я на Вайлдберрис нашла другой вариант для себя, как это осуществить. В общем, сейчас померяю. Если все подойдет, то дома, наверное, покажу, как я вышла из ситуации. Ну что, мы наконец-то дома. После этой жары невыносимой так хорошо оказаться здесь. Здесь кондиционер все охладил. Это кайф. У нас время 6 часов вечера. Но такое впечатление, что уже просто никогда не станет прохладно. Купили упаковку газировки, заехали. Кукурузу в овощном первый раз, по-моему, в этом году берем. Ну, она еще такая, небольшого размера, качанчики. Ну, смотрите, какая хорошая. Я открыла, посмотрела, симпатичная. Я взяла парочку. Так, помидоры розовые побольше. Хорошо сейчас идут, но они очень вкусные уже. Черешня. Вы посмотрите на этот размерчик. Это что за мутант и гигант такой? Это крупная черешня. Вот в последний раз мы брали, она все равно была крупная, но не настолько. Это просто нечто. Огромное. Вот такие абрикосы. Армянские они называются. Не знаю, из Армении, наверное, они еще к тому же. Ну, вроде этот сорт такой. Вот такие тоже большие абрикосы. Вот эти сладкие. Кабачки. Уже несколько кабачков, кстати, срывала в огороде с куста, но пока еще, я не знаю, то ли из-за жары, я уже заговорю, или из-за жары еще они так не плодоносят много. Или просто может сорт такой, но пока вот я с одного куста два срезала цукини. И еще было два или три кабачка. Ну, так, то есть еще не основное плодоношение, по чуть-чуть начинают они идти. Вот. Плюс у меня какие-то кусты раньше посаженные, а какие-то позже, которые еще пока даже и не думают плодоносить. Поэтому я все-таки решила купить кабачков. Мы те-то с таким удовольствием, вот домашние, которые собрали, съели, что вот захотелось. Пожарю, наверное, завтра кабачки. Короче говоря. Так, что еще? Арахис. Арахис с сыром. Укропчик. Укроп категорически отказался расти в такой жаре огне на огороде. Петрушка держится, лук зеленый растет. Вот. А укропчик покупаю. Снекер-батончик. Очень вкусный. Без сахара, кстати. Похож на сникерс чем-то. И маслинки. Ну, на салат. Так, куда-то покушать. Муж еще решил себе чипсы взять. Сметана и укроп. Русская картошка. И арбуз. Уже второй раз берем арбуз. Вот в этом сезоне. Первый был очень сладкий. Это тоже звучит хорошо. Думаю, будет вкусный. Вот такие у нас сегодня покупочки. Как я и сказала. Фрукты, овощи. Кое-что. Что нужно было докупить, то и докупили. Пойдемте вайлберис. Покажу, что еще. Ты вроде едешь в машине. Работает сплит. Но при этом я себя чувствую просто как выжатый лимон. Из невожденной. Я очень устала. Хотя по сути не то, чтобы мы ходили по жаре пешком. Но все равно этот ультрафиолет он проникает очень жарко. Очень. Покажу. Заказала себе вот такие тапки. Вообще они идут для того, чтобы ходить по морскому дну. Ну, для купания. В общем. они дышащие и они из ткани. Обычно такие тапочки они из силикона. Ну, резиновые какие-то. А я нашла тканевый вариант. Там внутри стелька. Она вынимается. Стелька она сделана по форме ноги. Там чуть-чуть с изгибом. типа наподобие как ортопедическое. Но понятное дело, что нет. Вот. Также здесь у нас вот такая подошва прорезиненная. Они удобные, компактные. Вот так вот можно их свернуть. В общем, кто на море собирается туда, где камушки. Очень удобный вариант. Я брала в размере 40-41, потому что они очень маломерят. Выбирала по отзывам и по размерной сетке. На стопу 25, либо 25,5. Вот 40-41. То есть на 38 максимум. Я думаю, что на 39 вряд ли даже и налезет. ну максимум эти рассчитаны чоботы. что размерная сетка явно китайская. Где-то тут это было. Made in China было написано. вот. Да. Ну, очень даже приятные на ощупь. Для чего я их взяла? Конечно, можно и на море их с собой брать, но я хочу попробовать в них ходить на дорожке. Кстати, в подарок положили еще. Продавец кладет вот такой чехол. Вы поняли, для телефона, чтобы, для подводной съемки, чтобы телефон не мог. Тут вот сам чехол и веревочка. Не знаю, будем ли мы это пользовать, вот эту штуку. Ну, подарок не отдарок, как говорится, уже есть. Да. В общем, завтра я попробую пройтись. Посмотрю, как с вот стелькой, которая здесь находится, как будет с ней. Но она такая достаточно тонкая, просто, чтобы, знаете, не в носках, не совсем босиком. Если вдруг мне захочется, то я добавлю вот такие стельки. Кто помнит, я недавно на Вайлберес купила вот такой вариант стелек. Они обрезаются по размеру вашей обуви. Они силиконовые. Вот. Они как раз специально и для занятий спортом подходят. Ну, и вообще для повседневной жизни. Они ортопедические, спортивные, профилактические и массажные. Они такие классные. Я сейчас покрою, покажу. Вот так выглядят эти стельки. Мягкие, приятные. Я думаю, ходить в них будет одно удовольствие. Я хотела их сначала, кто помнит, в свои спортивные кроссовки вставить. У меня кроссовки такие прям идеальные для спорта. Я их покупала именно для этой цели. то есть они у меня именно только для занятий, как это сказать, дома, для занятий спортом. Но у них не вынимается стелька. И поэтому я не стала рисковать, выдергивать, пытаться стельку из тех кроссовок. И вот они у меня остались. Думала попробовать их поставить вот сюда. Но изначально не буду, наверное, то, что меня вот, знаете, что смущает? что указано, что они еще утепленные, согревают ноги в морозы. Но вот при ходьбе это как раз не тот эффект, которого хочется добиться, согревания ног. Но то, что они снижают нагрузку на суставы, на стопу, вот, это, конечно, огромный плюс. Короче, попробую сначала в этих тапулях так пройтись, потому что здесь специально вот такой комфортный дышащий материал. попробую пройтись в них без стелек. потом, наверное, лучше, если такая ежедневная 10 тысяч шагов, то можно пройтись и так. А если идти, как я хожу, допустим, 4 часа, то, я думаю, лучше все-таки ортопедическую стельку вставить, чтобы нога была в удобном положении. Ну, в общем, будем пробовать и так, и так. Возможно, я буду ходить с вот этой стелькой, которая здесь уже была. Ну, обычные свои ежедневные 10 тысяч шагов. Вот, полтора часа нормально, я думаю, будет идти. Ну, завтра и проверю. А вот, когда буду идти 4 часа, это 27 тысяч шагов, то буду, наверное, вот эти стельки вставлять. Они обрезаются по размеру и там у продавца эти стельки можно заказать тоже по размеру. Есть больше, есть меньше. Два варианта. Вот, так что, вот такая у меня идея пришла, потому что я видела, что носки для бега, они, ну, мне попадались несколько раз, но вроде это было на Али, вообще это было, скорее всего, на Ютюбе даже, а не на Алиэкспресс. Я думаю, что на, просто я уверена, что на Алике можно, наверное, найти такие носки для бега, которые именно как обувь, вот, как вторая кожа, но с подошвой. Но у нас вот на Вайлдберрис пока и на Азон такого не встречала, поэтому будем экспериментировать, пробовать. По идее, я думаю, должно быть удобно. потом, наверное, отзовусь позже, попробую их завтра и расскажу вам подробнее. Вот, такие покупочки сегодня. Ну, а это, не знаю, может быть, когда-то на море я пробую. Меня немного смущает, конечно, эта вещь, какая-то копеечная, да, условно говоря. И в нее нужно положить дорогостоящую вещь и надеяться, что это все сработает. Ну, не знаю, не знаю. Может, и рискнем, может, нет. Кто пробовал? Ну, у меня-то водонепроницаемый, да, телефон, но все равно. Как, зачем? Зачем этот лишний риск? Ну, может, и попробуем, ладно, когда поедем отдыхать. Возьму с собой и подумаем на месте. может, и затестим. Что хотела еще рассказать, пока вспомнила. Вот эта точилка с Вайлберрис очень понравилась. Хорошо точит ножи. Ну, я имею в виду, конечно, плоские ножи, не ребристые. Вот только что мушно точил. Очень острый получается. Все хорошо работает. И здесь, вот видите, несколько разных вариантов, как можно заточить нож. Я, наверное, даже оставлю коробочку, чтобы вот это все запомнить. В общем, для V-образной заточки, для заточки и восстановления поврежденных лезвий, и для доводки лезвия или поддержания острия. Вот, то есть несколько вариантов. Удобно сначала вот этой пользоваться, для заточки лезвия, если нож был тупой, а потом еще для доводки лезвия и поддержания острия вот этой. потом дальше, видимо, если хорошо заточить, то можно только вот этой частью пользоваться. Хорошая такая увесистая, приятная вещь. Ручка не скользит, все достаточно удобно. Буквально несколько минут и ножи в доме острые. Вот, и по поводу вот этого ножа хочу рассказать. Тоже мы его приобрели, кто помнит, совсем недавно в распаковке он был. Вот, рассказываю про отзыв, блин, чем-то испачкан, извиняюсь, но мы пользуемся уже активно. Он очень хорошо режет, вот, лезвие не скользит. Если кто-то искал хороший ребристый нож, то могу поделиться артикулом. Он такой, знаете, достаточно основательный, ну, выглядит прочно, режет очень хорошо. Знаете, иногда даже повнимательнее следишь за руками, потому что с такой резкой нужно быть осторожным, с такой остротой. Вот, а эта точилка, видите, она вообще все виды ножей, ну, которые с плоским лезвием, вот, все варианты, можно ею затачивать. Короче, классная вещь, однозначно рекомендую. Если кому-то нужны какие-то ссылки на Wildberries, повторяюсь, в каждом видео, пишите мне в комментариях, и я отвечу, дам вам артикул на любой товар, который вас заинтересовал. Итак, я наконец-то добралась до баночек. Была распаковка в предыдущем влоге. Я заказала на Wildberries вот такие банки. Они разного размера, в смысле, размера, объема, они одного, литр, литровые, но они разные формы. Есть такой длинный вариант и вот такой более широкий, но более низкий вариант. И черные крышечки. И я их все перемыла хорошенько. Я подумала, что не буду рисковать и класть их в посудомойку, потому что они вот такие, видите, прогибаются, мягкие. Я думаю, возможно, они и не подходят для посудомойки. В общем, решила, что помою вручную со средством для посуды. И сейчас они у меня вот стекают, хорошенько высохнут, потом их натру тряпочками, чтобы они были идеально сухие, и можно будет крупы загружать в эти баночки. Также у продавца в подарок к этим баночкам куча вот таких наклеек прилагается. Посмотрите только на это количество. Просто огромнейший вот моя ладонь и вот этот лист. Он громадный. вот так что можно в принципе наклеить. Не знаю, буду ли я клеить или нет, потому что я думаю, что никто в здравом уме не перепутает макароны с арахисом, но может быть какие-то сыпучие продукты типа не знаю что что подписывать чай в пакетиках фиг знает. Просто такие же наклейки я даже заказывала и покупала отдельно просто сами наклейки для специй и там они действительно необходимы. Ну, наверное, лимонную кислоту, соль, всякие вот эти там сахар, наверное, всякое такое можно и подписать. Ну, конечно, они больше имеют эстетический характер. Не знаю, буду клеить или нет, баночки меняются, состав баночек меняется. Я, я, наверное, пока просто все пересыплю и буду такого покажу. Какие сейчас у меня баночки. Ну, вот та икейская это для муки, она плотно закрывается, ее я оставлю. И вот это тоже икея. Блин, представляете, тут тоже жучки. Вот, смотрите, вот такие какие-то мелкие жучки. Это просто какая-то катастрофа. Кстати, до этого я не замечала, чтобы они были в пшене. Ну, вот, вот, пожалуйста. Я все тут обработала, все перемыла, выкинула все лишнее, но они опять тут. А вот в этой, я не знаю, то ли они гречку не едят, то ли банка более плотная, но здесь не заводятся. Вот как, как это работает. В общем, я уже повыкидывала практически все крупы, какие можно. Еще раз, наверное, все переберу, повыкидываю все, где есть жучки, где банка была, допустим, не слишком плотная. Вот это тоже икеевская, по идее, плотно закрывается, и здесь никто заводиться не должен. Вот, а эти я покупала баночки в фикс-прайсе, они очень классные, мне все нравится, но я не могу никак избавиться от вот этих жучков. Не, ну, вы представляете, я только все обработала, и вот они опять появились. Если кто-то знает, как справиться с этой заразой, и что это, кто это такие, что это за такие мелкие крошечные жучки, которые вообще фиг выведешь, то напишите, если есть какие-то варианты. Но я вот все обработала, положила тут салфетки, я видела, что валяются тут помершие они, жучки эти, но есть и живые экземплярчики, так, надо это срочно в пакет завязать, несколько пакетов и выкинуть. Поэтому я нашла на Wildberries именно эти баночки, потому что продавец пишет, что жучки вот в эти закручивающиеся банки, они не пробираются, но это не точно, потому что жучки очень мелкие, но я очень надеюсь, потому что то, где плотно закручено по типу бутылок, я заметила, туда они не попадают, поэтому я очень надеюсь, что эти банки как раз помогут. Я еще раз все помою и обработаю, и будем надеяться, что наконец-то мои крупы будут в целости и сохранности. Всем добрейшее утро, котики, и я с утра решила пройтись на дорожке, я, знаете, сейчас сменила чуть режим, хочу двигаться больше, вот, и я хожу 10 тысяч шагов в день, один день в неделю я иду 27 тысяч шагов, вот, 10 шагов, 10 тысяч шагов, это у меня выходит полтора часа, я иду со скоростью 4 километра в час, а 27 тысяч шагов, это у меня получается 4 часа по времени, вот, ну и в общем, поскольку я хожу много, и хожу, я делаю выходной день до и день после проходки длинные, которая длится 4 часа, чтобы как-то восстанавливать мышцы, вот, а остальные дни я иду по 10 тысяч шагов в день, движение это жизнь, как говорится, в общем, полезно, получается, что у меня тренировки 5 раз в неделю сейчас, ну, как-то так, и сегодня я иду в новых своих чоботах в чешках и тестирую, как мне, хочу рассказать потом, позже, подробности, насколько они удобные, всем желаю прекрасного дня, великолепного настроения и начинаем этот день, вместе говоря, я нашла просто нереально крутой сериал, искала что-то наподобие коварных горничных, отчаянных домохозяек, милых обманщиц, ну, вот вы поняли, вот это такой стиль, почему женщины убивают еще что-то похожее, короче, нравятся мне в таком стиле сериалы, вот, и при этом, чтобы присутствовала еще и комедия в них, если вы знаете какие-то классные подобные сериалы, то посоветуйте в комментариях, ну, вот я перечислила те, которые просто обожаю, также, сейчас нашла Кевин может пойти к черту, называется, он 2021 года и у него уже два сезона есть, я не знаю, будет ли еще продолжение, но надеюсь, что будет, потому что он очень смешной, очень веселый и очень захватывающий, там сюжетная линия такая интересная, вот, ну, в общем, смотрю уже пятую серию, я вчера начала смотреть, вот, когда хожу, развлекаюсь сериалом, если кто ищет что-то интересное в подобном жанре, то попробуйте посмотреть этот, мне очень понравилось, очень зашли только, какую вкуснятину я сегодня приготовила, захотелось мне прям, ну, что-то наподобие макарон по-флотски, в общем, у меня здесь зажарка из лука и моркови, много прям, ну, я делаю, как мы любим, не все морковь кладут, потом туда добавила еще томатов, также зелень у меня, амаранты мангольд, потому что в огороде растет и добавляем зеленюшку везде, и сам фарш, специи, соль и макарошки, я сварила макфа томатные, первый раз их пробуем, но я так попробовала несколько штук отдельно, легкий такой томатный привкус есть, он сюда, конечно, идеально как раз подходит, приправу я брала такую комплексную, как говорится, называется она для гриля, очень хорошо сюда подошла, и еще хлопья в чили добавила, чтобы было чуть-чуть поострее, вот такая вкуснятина получилась, всем, кто уже завтракает, обедает или ужинает, приятнейшего аппетита, еще у нас свежие листы салата будут в прикуску, я себе айс-слаты сделала, сейчас пойду посмотрю сериальчик, выпью кофеек, и наверное займусь баночками, которые я вчера мыла, что хотела сказать про чоботы мои новые, я в них прошлась и очень даже удобно, единственное, что стелька коротковата, то есть у меня палец получается свисает над стелькой и ну не очень комфортно, полтора часа идти хорошо, но четыре я в них не пройду, мне кажется, мне натрет снизу палец от этой стельки, поэтому я вставлю те стельки, ну благо эти вынимаются, они достаточно тонкие, в общем, я вставлю ортопедические стельки, а так очень приятно идти, мне нравится, единственное, с них вот видите, сыпется крошка, не знаю почему, с подошвы, вот, то ли трется об дорожку, ну, блин, Китай есть Китай, вот, но в любом случае мне нравится, что сверху ничего не натирает, очень удобно, поэтому для ежедневной ходьбы буду использовать, вот, вырежу завтра стельки и опробую со стельками еще, потом расскажу, конечно, после, ну вообще, удобная штука, а уж если вы хотите такие для плавания, то 100% стоит купить, качество у них обалденное, и они дышат, я еще, конечно, носки одеваю, чтобы их каждый раз после проходки не стирать, потому что по-любому нога потеет, все это впитывается как-то негигиенично, носочек я поднадеваю, вот, ну понятно, если для плавания носок не понадобится, а если для ходьбы на дорожке, то вообще отличный вариант, кстати. Ну что, обрезала я стельки, все получилось, и они такие мягкие, силиконовые, и на краю не давят, а вот эти, с них палец сползал, и они вроде бы и тоненькие, но было ощущение, что здесь как будто натирается, ну потому что они такие сами по себе жесткие, вот, так что, теперь моя обувь готова, новая, видите, как стельки выглядят, их, кстати, можно будет стирать, они, у них сверху тканевая часть, такая, вот, это силикон, с той стороны, это тканевая, впитывающая, ну и плюс еще я носочек буду обувать, ну, вполне себе удобно, приятно, держатся они хорошо, не спадают, мягкие, в общем, буду в следующий раз пробовать идти в них 4 часа, если все получится удачно, то значит я нашла обувь своей мечты для ходьбы, как босиком, но намного удобнее, классные штуки, итак, я добралась до своих баночек, они полностью высохли, я их еще протерла, потому что у нас вода такая не очень, видите, разводы такие остаются, я их еще каждую протирала от разводов, одну пришлось помыть, потому что я начала пересыпать гречку и снова увидела этих жучков, короче, это какая-то напасть, в общем, я освободила полностью весь шкаф, сейчас я его снова весь протру, обработаю и буду надеяться, что поможет, вот видите, я только буквально две недели назад все помыла и обработала, может даже и меньше, и вот снова все в этих вот жучках мелких, если кто-то знает, как справиться вот с этим, что поможет, то напишите, пожалуйста, потому что я обрызгаю средством от насекомых, но по-моему нифига не помогает, мы уже год вот так обрабатываем, моем, выбрасываем крупы, но ничего из этого абсолютно не помогает, они настолько живучие, что просто вообще я уже не знаю, что делать, ну в общем, вот я сменила банки, эти банки кому-то задарю, потому что они не герметичные и в нашем случае совершенно не подходят, а так баночки, конечно, хорошие, удобные, с мерной вот такой вот полоской здесь и ну они прозрачные, в них хорошо видно, короче, баночки классные, но увы, нам не подходят, вот эти герметичные я оставляю, вот у меня хранится мука, это из Икеи, они с резиночкой по кругу и в них никто никогда не заводится, и такая же поменьше, есть тоже ее оставлю, вот здесь у меня была греча, снова завелись жучки, вот я вроде помыла, тоже, наверное, ее можно не оставлять, или можно под порошок использовать, не знаю, она такая симпатичная, может оставлю ее под капсулу или порошок, вот, это тоже икеевская, но она вроде бы тоже не герметичная, ну может быть тоже оставлю, а вот эти точно все отдам кому-то, выбрасывать как-то жалко такие симпатичные, но нам они не нужны, поэтому кому-нибудь пригодятся, кому-нибудь из родней, вот, так, в общем, здесь будут новые греча и пшено, я снова повыкидывала кучу всего, там у меня полная мусорка всяких круп, все, что опять было заражено, вот, ну, я знаю, что, я посмотрела лайфхак, что можно класть в морозилку, и так и делаю теперь, когда приношу крупы из магазина, но дело в том, что источник заражения находится в шкафу, я не знаю, как избавиться, вот, сейчас пересыпала рис, что хотела показать, 900 граммов риса, четко влезла в килограммовую баночку, ну, то есть, сейчас крупы все, 800-900 грамм, то есть, этих баночек как раз достаточно, вот, ну, в закручивающиеся не должны, по идее, пробраться, жучки, по крайней мере, я на это надеюсь, кстати, макароны, они не едят, никогда не трогают, вот, что у меня здесь, пшеничная каша, овсянка, кунжут, и рис для плова, тут у меня амарант, изюм, горох, нут, маш, чечевица красная, а вот это тоже икеевские баночки, но они мне очень нравятся, плотные, я их с удовольствием использую, здесь у меня в большой водоросли вакамы, и здесь, и здесь и тут, в этих двух баночках у меня кокосовая стружка, я покупала на Вайлберис много, она у меня здесь хранится, для печенек, там, в каши добавлять, в общем, для всяких подобных нужд, ну, симпатично выглядят баночки, ничего подписывать я не буду, как я и говорила, пока оставлю так, может, что-то буду еще местами менять, но согласитесь, выглядит классно, такие эстетичные, симпатичные, вот, сейчас, в общем, вымою шкаф, и обратно все поставлю, и буду надеяться, что они туда не проберутся, ну, через какое-то время, через недельку, или две будет видно, сработало или нет, вот, если кто-то может мне помочь в этом вопросе, кто знает, что это за такие мелкие жучки, вот, вот, очень мелкие, то напишите, пожалуйста, в комментариях, да, вот, причем они только в этом шкафу с крупами, больше их нигде, вроде как нет, не знаю, может, они уже по всем, по всем ящикам расползлись, но я проверяю периодически, здесь у меня чай, тут, видимо, нечего так особо есть, чай, кофе, всякие такие штуки, тут им не интересно, но я вот смотрю, в шкафах даже их и нет, и близко, вот, а здесь, конечно, напасть просто какая-то, кстати, вспомнилось, вот из этих макарон я сегодня делала, ну, макароны с фаршем, из вот таких томатных макфа, мне понравились, очень такой легкий, еле уловимый томатный аромат присутствует, как будто слегка с кетчупом томатным, прикольно, очень даже интересный вариант, куда нужно добавлять томатную пасту, если в макароны какие-нибудь болианезы там, или просто какой-то вариант, вот как я делала с фаршем, то отлично, конечно, такие подходят, вкусные макарошки, ну, что, в итоге, все у меня получилось, вот так красиво, даже меньше места занимает, я снова набрызгала средством, и, сверху я застилаю, такие полотенца бумажные, такие, просто, чтобы на само средство как-то не ставить, чтобы лишняя впиталась, ну, так, симпатично, аккуратненько, вроде все у меня получилось, баночки даже лучше выглядят, за счет того, что они разного размера, симпатично, еще, надо будет купить, вот, две пустые, под гречу и пшено, осталось, мой завтрак сегодня, это жареные кабачки, чесночный соус сметанный, с чесночком и укропом, также кукуруза жареная, со сливочным маслом и солью, помидорки, болгарский перец, и огурчики свежие, и доктор Монг, детектив Монг, всем, кто тоже завтракает, обедает или ужинает, приятнейшего аппетита, так, мы решили съездить в пятерочку, я как раз крупы докуплю, которых не хватает, ну и так, по мелочкам, кое-какая закупочка все же будет, сегодня, денек домашний, и, кстати, я планирую, помимо, ну, закупку я, конечно же, покажу, что мы купили, планирую сегодня разобрать пустые баночки, накопилось гигантское количество, давно мы с вами пустые баночки не разбирали, поэтому сегодня, еще планирую заняться этим вопросом, и, не знаю, за раз или за два, скорее всего, даже это будет не за раз, а за два, но, все равно пустые баночки разберем, дома покажу, что купили, нектарины, пятерочку съездили, нектарины, сметанка 20% не молоко овсяное, это персики, это абрикосы, мы уже почти съели те, что покупали, и вот еще, также груши, всего понемногу, потому что еще тут часть фруктов у нас есть, очень захотелось мне кренделей с солью, так, еще гренки, вот эти фишка, очень вкусные, сметана с руком, ну и крендели, вот эти, вот салтерс, они, конечно, самые вкусные, батончики, к чаю без сахара, кокосовый, и арахисовый, леденцы, холст, мятные, макарошки, люблю спиральки, маку выбрала, хлеб какой-то новый у нас появился, ну, может быть, и не новый, но я не видела, от кисловодского завода, парижский, в нарезке, ну, такой серенький, будем пробовать, и крупа, которую вчера пришлось выкинуть, сегодня новенькая, пшено, и гречу, пока только купила, вроде остальное все есть, и еще взяли много молока кокосового, аж 10 упаковок, на него скидка была, она обычно 125, или как-то так, ну, 100 с чем-то точно, а сейчас было по 89 пятерочки, поэтому мы взяли аж 10 упаковок, ну, молока много не бывает, у него срок годности большой, до мая будущего года, ну, конечно, столько оно у нас не простоит, вот, ну, тем не менее, в общем, еще все хочу заехать в чижик, и взять упаковку овсяного, не молока, потому что так поштучно, постоянно покупаем, все, вот такая у нас сегодня закупочка получилась, что-то еще не показала, сметану, ой, масло, масло, да, сливочное еще купили, для попкорна, в попкорн положить для аромата, вроде все рассказала, и показала, итак, итак, тут происходит сборка тумбы под раковину, потом покажу уже готовый результат, все вот эти детали, мы их купили и нарезали в Леруа Мерлен, а фасад, вот он, он из бал центра, ну, и потом покажу уже готовый результат, в ванной комнате сейчас раковина, вот с такими подпорками, она и так, кстати, может висеть, но мы решили не рисковать, и поставить подпорки, плюс, хотели подумать, у нас вот этот материал, он был, хотели подумать, может быть, дерево здесь сделать, ну, чтобы белые не докупать, а из этих напилить, но потом в итоге приняли решение, что у нас здесь уже и мрамор, и достаточно всяких текстур, и что деревянные не будем оставлять, хотя, кстати, смотрится достаточно симпатично, но в итоге решили, что будут белые фасады, белые вот эти части, ну, это тоже фасады по какой-то степени, и впереди я уже показывала, какой, я думаю, будет очень красиво, и так, как я и говорила, пустые баночки, давайте разберем, хотя бы часть, потому что пакет полный, и за раз точно не хочу столько занимать, эфирного времени, как говорится, разделим на две части, и в каком-нибудь еще влоге, из последующих, рассмотрим остальные, в общем, вот такие капсулы, уже показывала их, естественно, когда покупала, в распаковке с Вайлберес пыли, и также уже в каком-то из влогов я рассказывала, что конкретно эти мне не понравились, чем не понравились, тем, что аромат альпийская свежесть больше похож на какой-то мужской одеколон, даже не то, что в плохом смысле, хотя, ну, мне такое не нравится запах, а даже из расчета того, что, ну, это странно, когда вещи пахнут именно, ну, вот мужским запахом, это совсем не та свежесть, типа, как свежесть океана, да, вот эти альпийская свежесть, а прям конкретно какие-то, именно, на мой взгляд, нотки мужского парфюма прослеживаются, ну, мне показалось это странным, для, ну, использовала я больше, как раз стирая вещи мужа, либо, допустим, полотенце, постельное белье, вот, на, как-то вот на постельном, не так ярко он ощущается, и вроде нормально было, а на одежде прям, очень даже ярко, и, когда одеваешь одежду, он чувствовался, поэтому свою одежду ими не стирала, в общем, больше эти не куплю, другого бренда зелененькие показывала, вот они, прям супер, уже дважды их заказывала, очень нравятся, так, еще у меня закончился, мист, спрей, с смерцающим эффектом для тела, вот, видно, наверное, тут еще блесточки, вот, он был такой, с золотыми блестками, и с ароматом манго, я этот спрей покупала в Модисе, и, по-моему, перед Новым годом, и вот использовала, ну, больше не куплю, Модис, все-таки тот магазин, он такой, как сказать, хотя, нет, знаете, дело не в этом, стоил спрей дороже, например, чем в фикс-прайсе, он стоил около 300 рублей, а в фикс-прайсе я по 79 покупаю, хотела сказать, что дело в том, что бюджетный магазин, но нет, дело не в этом, просто качество их спрея, ну, аромат сам, и качество даже распылителя, распылитель стреляет одной линией сплошной, ну, и аромат, сначала вроде мне показалось, что приятно пахнет манго, но не то, не то, в общем, мне не зашел, и самого шиммера, вот его вроде было много, в бутылочке, но на коже он как-то не особо проявлялся, в общем, мне не зашел особо, ну, как бы спрей, как спрей, увлажняющий, нормальный, не то, что прям супер плохо, как видите, я его использовала, но и второй раз бы не купила, вот так, так, это у меня не пустые баночки, а пустые коробочки, а баночки еще полные, я просто хочу рассказать, потому что я уже эти вещи попробовала, когда я делаю распаковку покупок с Wildberries, я просто показываю, что купила, а здесь уже могу чуть подробнее рассказать, это база под макияж, она, я ее уже второй раз попробовала, я ее покупаю, конкретно эту уже попробовала, она мне понравилась, если интересно на нее подробнее отзыв, текстуру посмотреть, то зайдите на мой бьюти канал, ссылочка внизу, под видео в описании, и там каждую неделю, а то и два раза в неделю, выходят короткие минутные видеообзоры, на все, что я покупаю бьюти на Wildberries, поэтому там обязательно расскажу про это средство, возможно, уже выложила видео, я, честно сказать, так не вспомню, потому что много видео там выходит, много снимаю, много выкладываю, там интересно, много всяких покупок с Wildberries, которые стоят, либо не стоит пробовать, так что заходите, подписывайтесь, и будем вместе с вами тестировать разные бьюти штучки, также это у меня, я начала новую пилинг-скатку, я летом стараюсь пилингами не увлекаться, но мне так хотелось ее купить и затестить, она очень популярна, является хитом продаж, и хочу сказать, что она просто потрясающе пахнет зеленым чаем, обалденный аромат, мне очень понравилось, такой свежий, ну просто кайф, умываешься и кайфуешь, конечно, зимой я буду пользоваться на ежедневной основе, а сейчас иногда, может там, один-два раза в неделю, но я уже использую, тоже подробный, подробный видеоотзыв будет на бьюти канале еще, также у меня здесь крем новый, для области вокруг глаз, попробовала, аллергии не вызвал, и это пока все, что я о нем могу сказать, приятный, нежирный, обзорчик тоже на него будет, но уже могу дополнить отзыв тем, что вот этот азиатский бренд, Oshel, я его уже не первый раз покупаю, мне нравится, и крем хорошо увлажняет, такой ненавязчивый запах, объем хороший, в общем, если ищите крем вокруг глаз, тоже отличный вариант, так, дальше, вот такая, духи, это реплика на бренд популярный, Зелинский, конкретно аромат ванилобленд, дело в том, что Зелинский не делает парфюм, в форме масляных духов, а это как раз такие, масляные духи, и поэтому я решила заказать у продавца, в принципе, запах мне нравится, конечно, на лето не всегда, особенно в плюс 40, он такой очень тяжелый, вообще мне очень нравится, запах приятный, муж у меня прям кайфует, каждый раз, когда я его наношу, он обращает внимание, говорит, ой, как классно пахнет, короче, в принципе, запах хороший, но я его буду больше, я сейчас иногда им пользуюсь, но больше я буду пользоваться, когда похолодает, потому что он достаточно такой тяжелый, сладкий, ну, то есть не на жару, а так, конечно, супер, мне нравится, ну, и тут объем 6 миллилитров, и он очень надолго хватит, масляные духи, у них низкий расход, так, ну, и теперь по пустым, продолжаем баночкам, это у меня ополаскиватель, из FixPrice, этот розовенький, мне меньше нравится, чем голубой, потому что просто я люблю мятное, а так, вот этот бренд, Визендент, очень хороший, пробовала разные ополаскиватели, этот вот максимально удачный, плюс еще такая цена бюджетная, ну, там в районе, по-моему, 99 рублей, он стоит всего лишь за пол-литра, это очень и очень хорошо, при этом ополаскиватель хороший, ну, вот этот с вот таким вот эффектом, могу показать состав, кому интересно, сейчас мы найдем, где он тут, вот состав, ну, он ничем не отличается, я сравнивала, от любого другого ополаскивателя, голубой просто шикарный, сейчас вот пользуюсь как раз им, розовый тоже хороший, просто тут кому какой аромат ближе, а так, обратите внимание, если пользуетесь ополаскивателями для рта, на вот этот бренд, салфеточки постоянно покупаю, их в FixPrice, антибактериальные, использую для уборки в ванной комнате, ну, всякое протирать, также, когда педикюр, маникюр, они мне пригождаются, руки протереть, когда макияж делаю тоже, кисти, руки протереть, ну, во время того, как наношу макияж, в общем, салфетки классные, у них такой приятный аромат, они стоят порядка, там, 130 рублей, вроде в FixPrice, тут большой объем такой, 120 штук, и салфетка сама большая, хорошо увлажненная, и, ну, еще эффект дополнительно, то, что они антибактериальные, в общем, мне очень нравится, однозначный рекомендацион, так, дальше, это мой любимый спрей, для лица, сейчас я на Wildberries заказала другого бренда, просто потому, что этот не нашла, этот я уже много лет покупаю, либо в Ашане, либо в Ленте, ну, он часто продается, именно в больших супермаркетах, очень классный спрей, увлажняющий, ну, с гиалуроновой кислотой, и, знаете, я его использую на постоянной основе, как зимой, так и летом, отлично увлажняет кожу, летом вообще, конечно, кайф, у нас даже второй есть в машине, потому что, ну, это необходимость в жаркую погоду, это очень удобно, обязательно попробуйте спреи для лица, увлажняющие, я утром и вечером обязательно наношу, так, дальше, что, ванночка для ног, тоже покупала в FixPrice, и мне она очень понравилась, я, кстати, пыталась заказывать ванночку для ног на Wildberries, но она мне пришла разлитая, и я ее так и не забрала, поэтому мне удобнее пойти и купить где-то в магазине такие вещи, иногда, которые, ну, вот наподобие такой, потому что обычно там в составе очень жидкое средство, и не всегда его могут целым довести, хотя, может, еще и найду какой-то такой вариант с более удобной крышкой, который ко мне дойдет, и закажу, но что хочу сказать о этой ванночке для ног, она классная, у нее очень приятный аромат, но расход побольше, вот прошлая моя ванночка для ног, она так долго у меня была, эта как-то быстрее ушла, но все равно классная, я пытаюсь найти такую еще, но пока не встретила, ну, она, знаете, хорошо смягчает ноги, очень удобно педикюрчик сделать, плюс аромат приятный, хорошо пенится, ну, классная штучка, обязательно найду и куплю еще однозначно лайкос, а, вот, кстати, я говорила про капсулы, оказывается, одна из баночек у меня здесь на дне, я уже пользую следующую такую, поэтому, вот эти капсулы я однозначно могу порекомендовать, натурал под, и если вам нужны ссылочки на какие-либо товары, пишите, не стесняйтесь в комментариях, буду рада ответить, обязательно поделюсь артикулом, это лучшие капсулы, ever, у них прекрасный аромат, и они, несмотря на свой небольшой размер, их хватает на 3-5 килограммов белья, они прекрасно отстирывают, аромат фантастический, долго держатся на белье, также эти капсулы, они хоть и малютки, но в них концентрат, там сразу вместе и кондиционер, и, ну, сам гель для стирки, то есть два в одном, соответственно, не нужно добавлять больше ничего при стирке, никаких кондиционеров, это очень и очень удобно, очень экономно, выгодно, в общем, одни плюсы, я перешла на эти капсулы, и очень довольна, единственное, что иногда я добавляю персоль, либо другой какой-то кислородный отбеливатель, если я стираю белое полотенце, либо постельное белье, это у меня стандартно, всегда добавляю кислородный отбеливатель, а во всех остальных случаях, я стираю просто, кладя одну капсулу на 3-5 килограмм белья, эффект великолепный, отстирывают они тоже хорошо, поэтому от всей души рекомендую, очень классные, так, ну и что, будем на сегодня, наверное, мы закругляться, покажу еще средство, которое я покупала в магазине Светофор, это просто находка, сразу скажу, что, знаете, часто то, что продается в Светофоре, оно продается и на Вайлдберрис, можете, в принципе, поискать этот бренд, брелар, на Вайлдберрис, возможно, он там есть, потому что, многие позиции, такие, по бытовой химии, я замечала, они есть и на Вайлдберрис, которые мне, допустим, Светофоре понравились, но если у вас есть Светофор, то берите, не раздумывайте, отличная активная пена, для удаления пятен с одежды, ковров и даже обивок, я использ, я не знаю, у нас, я использовала, в общем, только на удаление пятен на одежде, ни на каких коврах и обивках, я не пробовала, к тому же, у нас нет ковров, только такие коврики, какие-то небольшие, там прикроватные и так далее, в общем, не было такой, такое у меня еще возможности, или случая, чтобы попробовать на обивке или ковре, но с одеждой удаляет пятна отлично, я отстирала белую майку, на которую капнула шоколадом, ну, как шоколадный сырок, ела и попал вот этот шоколад, он такой, знаете, жирный, сразу размазался, я думала, что вещь просто на выброс, потому что обычно, такие вещи не отстирываются, но нет, активная пена помогла, я забрызгиваю, оставляю там где-то на полчаса, и потом стираю, ну, тут есть способ применения, да, вот оставить там 5-15 минут, он действительно хорошо работает, поэтому, я даже купила уже на замену ему, следующий такой же, мне очень понравилось, при этом такая бюджетная цена, просто великолепно, вот, давайте, наверное, на этом остановимся, и в следующий раз, у меня там еще много чего, будет еще один обзор, пустых баночек, вы только посмотрите, все готово, какая красотища, вот он, идеальнейший, шкаф, хотела сказать, тумба идеальнейшая, под раковину, какая задумка у нас была, вот здесь закрыть, чтобы вот так открывать, вот, и получается, что здесь все равно, вот это пространство, там, ну, как раз самая некрасивая часть, раковина, вот эти круги, и это все прикрыто, то есть визуально, когда открываешь, этого всего не видно, а видно только, то, что ты хочешь достать, у нас выдвижной ящик, все комплектующие, тоже в Леруа купили, для того, чтобы это сделать, вот, ну, кстати сказать, подобно, ну, такого рода, тумба, ну, в принципе, в Бау-центре, под нашу раковину, есть тумбы, а в Леруа, не подходят размеры, но в Бау-центре, дороже, чем в Леруа, и, ну, такого рода тумбы, ну, даже меньше мы видели, вот такую, уже 22 тысячи стоило, вот, а это не на, ну, ну, на более стандартную раковину, у нас раковина большая, на нее тумбы дороже, как не формат, и плюс мы не нашли такую, как хотим, ну, чтобы идеально было так, как нравится, а здесь фасад, который понравился, тумба, которая понравилась, и выглядит просто шикарно, кстати, я не показывала, я еще на Вайлдберрис заказала вот такие вот, кто помнит, крючки мы повесили, тоже на Вайлдберрис покупала, купила 4, два сюда, и два для банных полотенец, ванну, и также я заказала держатели для полотенец, в черном цвете, и это очень удобно оказалось, вот, они на клипсе вот такой, легко меняются, легко снимаются, если посушить их, полотенчики тоже, кто помнит, недавно совсем на Вайлдберрис их купила, вот, ну, сейчас получается, что зона полностью готова, сейчас, закрою дверь, и покажу, вот такая красотища, у нас теперь в ванной комнате, тумба была заключительным элементом, ну, можно сказать, что ванная комната полностью готова, единственное, что у нас еще, наверху, это два крючка ванны, потому что у нас пока еще вот здесь, это на таком крючке висит, надо будет прикрепить, и держатель для туалетной бумаги, тоже надо будет прикрепить, вот, в целом, в ванной все, готово, ну, какой же кайф, тумба получилась, шикарная, ну, в принципе, это все те же самые комплектующие, просто купленные по отдельности, для того, чтобы сделать именно то, по размеру, по удобству, и по внешнему виду, что нравится нам, вот, теперь можно будет сюда сложить вещи, например, всякие умывалки, чтобы они не стояли на раковине, вот, и часть, наверное, у меня здесь, видите, какой завал, часть вещей, я переложу сюда, которыми пользуюсь чаще всего, чтобы ты открыл, и тут вот умываешься, и все, все вот так вот удобненько, вот, а еще, смотря, как это вытирали тут все, полы там, все дела, еще, хочу сказать, что, здесь у меня стоит, салфетница сейчас, такая вот, просто, просто бумажные полотенца, а салфетницу я перенесла, на кухню, и заказала на Вайлдберрис, еще одну, с бамбуковым верхом, у нас какая-то тематика такая, начала прозлеживаться, вот это я хочу, кстати, дозатор мы купили, вот эту часть, хочу в белый перекрасить, ну, в общем, здесь бамбуковое основание, на держателях для полотенец, бамбук, и на, вот этой салфетнице, тоже сверху бамбук, ну, в общем, решили на кухне тоже такую поставить, вот то, что у меня стояло на кухне, просто в бумажной, я все забывала заказать, а сейчас, на Вайлдберрис, заказала, уже, новую салфетницу, еще, ну, как вам тумба, мне очень нравится, я довольна, это просто красотища, фасад просто шикарный, и мне нравится, что много места, очень много места, много чего сможем сложить, мы уже муж положил тут, свои кусачки, что это, а, это от бритвы, и сама бритва, вот, ну, такая, которая, он бороду равняет, ей, кстати, раньше он, вообще, голову стриг, сейчас ходит в парикмахерскую, на модельные стрижки, ну, она хорошая такая, классно, я очень довольна, выглядит великолепно, вот, салфетница сюда тоже отлично стала, она беленькая, нейтральная, сверху, с бамбуковой крышкой, она и на кухню хорошо подходит, и в ванну тоже, поэтому, будут две одинаковые, все, вот и, Продолжение следует...